Здравия всем, дорогие друзья! В данном ролике мы поговорим о культе быка. В ряде мифологий – шумерской, египетской и других – обнаруживаются разнообразные связи быка и соответствующего ему мифологического образа. Полное их тождество – бык как земное воплощение Бога или как его атрибут. В Древнем Двуречии и Средней Азии III и II тысячелетия до н.э. в древнеиранской и древнеиндийской традициях бык – прежде всего образ лунного божества. В иранской мифологии месяц называется «Имеющим семя быка». В шумере и акаде бог луны Син представлялся в виде синебородого быка. В шумерской песне «Гильгамеша и небесный бык» богиня Инан, рассердившись на Гильгамеша, не ответившего ей любовью, добивается, чтобы боги создали небесного быка, мстителя за нее. Бык, спустившись с небес к Ефрату, выпивает реку. Гильгамеш побеждает быка. На шумерских печатях изображены эпизоды сражения героя с чудовищем, человека-быком. Убийство первобыка Ахриманом в иранской мифологии. Критского Минотавра Тисеем в греческом мифе. «Встречу у горитского Баала с существом, у которого рога, как у быков, и горбы, словно у буйволов». Подобные мифы могли быть связаны обрядом ритуального состязания за быком и принесения в жертву священного быка, широко распространенными в Восточном Средиземноморье. Во время греческих буфоний убивали быка, съевшего жертвенный хлеб, после чего устраивали обрядовый суд над виновниками убийства. В других мифах, того же Ареала, бык является символом бога Грозы. В частности, в хуридской мифологии у бога Грозы два быка – Хури – утро и Сери – вечер. Римляне приносили в жертву Юпитеру – быка. Согласно Прокопию VI век н.э., славяне жертвовали быков богу, творцу молнии. У восточных славян существовал обряд – заклание быка в день Ильи Пророка, заменившего древнего бога Громовержца. Возможно, связь быка с богом Грозы восходит к древней общеиндоевропейской мифологии. В египетских мифах – бык небо, сын небесной коровы и отец теленка, которого та рождает. С этими представлениями сравнимы близнечные мифы некоторых африканских народов, так как в мифе Кизиба у одной из двух первых женщин рождаются близнецы бычок и телка. Мифологическое и обрядовое отождествление мужчины и быка характерно для скотоводческих народов Нуэр, Шелуков, Руанда и других. Герой мифа Ниора Рукиди получил имя Мпуга, которое давалось быкам и другим домашним животным – черной и белой масти. В мифологии бушменов дождь представляется в виде водяного быка, похищающего девушку. Сходный образ Зевса – бык, похитивший Европу и характерное для греческих мифологий представление о Посейдоне и других водяных божествах, как о быках. Особенно широкое распространение культ священного быка буйвола имел в древних цивилизациях долины Инда, третье тысячелетие до н.э., о чем позволяет судить печати из Махенджа, Даро и Хараппы, а также шумерские сведения о людях из страны Милуха, Индии. Роль быка как символа бога – бык Нандин, бог Шивы или как противника мифологического героя Сканда, убивающий дух буйвола в Махабхарате, Валин, убивающий буйвола, Дундубхи в Рамаяне – характерна и для тех элементов древнеиндийской мифологии, которые можно связывать с наиболее ранним доиндоарийским ее истоком, продолжающимся в мифологических и религиозных представлениях таких неиндоевропейских народов Южной Индии, как Тодда. У Тодда известно почитание и принесение в жертву буйвола как священного животного. Символика быка как воплощение космического начала, продолжающее сходное использование символа Бизона в верхнепалеолитическом искусстве, характерна для неолитической культуры Чатал-Хьюка, Малая Азия, 7-6 тысячелетия до н.э., где в ранних слоях 9У1А обнаружены скульптурные изображения быка, в которых использовались настоящие бычьи рога и части черепа, что напоминает прием натурального макета – зверя в раннем пещерном искусстве и технику коллажа в современном искусстве. В слое 6 найдены скамьи, украшенные рядом бычьих рогов. Почти в каждом из святилищ седьмые и вторые слои Чатал-Хьюка имеются столбы, на которых помещены рога быков. Такие столбы, позднее осмыслявшиеся, как способ отпугивать зло или быть знаком зла в доме, бычьи черепа у сванов. Известны и гораздо поздние как в Малой Азии, так и на Крите, где культ быка во многих деталях совпадает с соответствующим культом Чатал-Хьюка. Археологические следы культа быка прослеживаются во многих древних скотоводческих культурах, испытавших влияние переднеазиатских. Глиняная модель храма, украшенного бычьими рогами, обнаружена в поселении Трипольской культуры у реки Рось, что дает основания для параллелей с культурой ролью быка, бычьих рогов и масок быка в культурах Балкан 5-4 тысячелетия до н.э. Их читал Хьюки. Ритуальные композиции из нескольких бычьих черепов найдены также в таких географических и хронологически удаленных комплексах, как могильник Синташта, Южное Зауралье, около середины 2-го тысячелетия до н.э., в котором обнаруживаются и другие черты, общие с индоевропейской мифологией, там, где существовали местные культы главного божества в образе быка. При храме держали священного быка, как его воплощение, египетский апис в Мемфисе. По поверьям сванов, бык Висхва, посвященный богу Пузду, должен быть самым могучим и прекрасным из быков. На быках есть видимый или невидимый знак их принадлежности к божеству. Аналогичное обозначение быков, как отмеченных богом, встречается в древнехетских текстах. В глубокой древности бык, почитавшийся многими народами в качестве священного животного, являл собой воплощение могущественной и грозной силы божественной и царственной власти, стихийных проявлений природы, а также мужской сексуальности и плодовитости. С падением язычества и наступлением христианской эры происходит развенчание культа могучего животного. В эпоху Средневековья бык, хотя и утративший ореол божественности и святости, тем не менее еще олицетворял такие добродетельные человеческие качества, как терпение, трудолюбие и упорство в достижении цели. Однако, с течением времени, позитивная символика быка продолжала неуклонно регрессировать, и к настоящему моменту не осталось и тени величия древнего символа. В сознании современного человека образ быка ассоциируется лишь с тупым упрямством, слепой яростью и разрушительной силой. Такую поразительную деградацию претерпел когда-то столь уважаемый символический образ. В мифологии древних бык предстает как универсальная эмблема божественного могущества. В некоторых традициях могучее тело быка рассматривалось как опора мироздания, а его рога как знак ущербной луны. Многие боги принимали облик священных быков – египетский Апис, бухи Септа, вавилонский Ил, греческий Зевс, Посейдон и Ахиллой, а индуистский Шива ездил верхом на мудром быке по имени Нанди. Культ быка был тесно связан и со многими другими древними богами солнца, луны и неба. На Тибете существует любопытная легенда, посвященная ужасному богу Чойджалу, повелителю адской бездны и главному судье над душами умерших. Первоначально Чойджал был обычным смертным, фанатичным приверженцем тибетской религии Бон. Дав обет провести в отшельничестве 50 лет, юноша удалился от мира в пещеру, где и прожил все эти годы. Когда до истечения срока обета оставался всего лишь один день, в пещеру убеленного сединами отшельника нагрянули грабители, тащившие на аркане украденного быка. Воры отрубили голову быку, а заодно и святому отшельнику, ставшему невольным свидетелем их преступления. Но не успела еще вытечь из раны вся его кровь, как Чойджал восстал из мертвых. Схватив бычью голову, он надел ее на свои плечи и превратился в адского демона. Чойджал растерзал перепуганных разбойников и пожрал их сердца. С тех пор кровожадный Чойджал неумолимо преследует всех врагов ламаизма. Это жутковатое тибетское предание, вероятно, напоминает читателю о другом, широко известном, быкоголовом существе, чудовищном Минотавре. Согласно древнегреческому мифу, Пасифая, супруга критского царя Минса, однажды воспылала противоестественной страстью к белоснежному быку Посейдона, подаренному богом морей и океанов владыке Крита. Плодом этой странной любви и стал человека-бык Минотавр. Как нетрудно заметить, в этом мифе на первый план выступает сексуальный символизм быка. Другая группа древнегреческих мифов посвящена Таврамахии, борьбе с быками. Эллинский герой Тисеи с помощью Ариадной проник в подземный лабиринт Кносского дворца и в нелегкой борьбе одолел страшного Минотавра, которому приносились человеческие жертвы. А величайший греческий герой Геркулес укротил взбесившегося быка Посейдона и по приказу царя Эврисфея доставил его в златообильные Микены. Седьмой подвиг Геракла. В древнеязыческой религии культ священных богов был распространен от Средиземном море до Индии. Неизгладимый след этот культ оставил в религии Древнего Египта, страны с сильными пережитками татемизма. Длительное время древние египтяне поклонялись Апису, божеству, воплощавшемуся в священного быка. Культ Аписа, тесно связанный со многими египетскими богами и в первую очередь с Осирисом, отражал символику плодородия, египтяне верили, что священный бык, выпущенный на поле, повышает их плодородие. Воплощение Аписа египетские жрецы искали по особым приметам. Между рогами священного быка должен был находиться пучок белой шерсти, по форме напоминающей звезду. На спине пятно, похожее на орла, а на правом боку пятно, ассоциирующееся с луной. Истинный Апис должен был иметь хвост, раздвоенный на конце, а под языком особенный узел, который жрецы называли жуком. Отыскать животное, отвечающее всем этим требованиям, было очень и очень нелегко, за то, когда поиски жрецов в конце концов увенчались успехом, избрание нового Аписа отмечалось всенародным праздником. Через 25 лет, если только бык не умирал, естественно, смертью, его убивали, топили, бальзамировали и торжественно хоронили в Сарапионе. До той поры, пока жрецы не находили новое вместилище души Аписа, весь народ пребывал в глубоком трауре. Апис был не единственным божественным быком в Египте. Параллельно с ним древние египтяне почитали бога Бухиса в образе черного быка. По египетской мифологии матерью Бухиса признавалась небесная корова, богиня Хатар, породившая также и солнце. Центром культа Бухиса был город Гермонт. А набальзамированные мумии священных быков хоронили в некрополе Бухеум. На Минойском Крите свирепый бог-бык, выведенный в греческом мифе под именем Минотавра, олицетворял разрушительные силы природы. Его грозное мычание ассоциировалось с ревом разбушевавшегося моря, отопанья копытами и трясения, рогами с сильным землетрясением. Чтобы умилостивить разъяренного бога, изображенного на Минойских монетах в образе человека-быка, жители Криты приносили ему кровавые жертвы, в том числе и человеческие, как можно судить по мифу о Минотавре. С той же целью островитяне устраивали и опасные ритуальные игры с быком, запечатленные на фресках Кносского дворца. Из ветхозаветной литературы явствует, что древние евреи тоже длительное время поклонялись священному быку в образе золотого тельца. В Библии говорится, что Аарон воздвиг идол золотого тельца по требованию народа. Евреи поклонялись тельцу и как культовому животному, и как воплощению самого Бога. Моисей повел против языческого культа непримиримую войну. Не извергнув идол золотого тельца, он взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал пить сынам Израилевым. В этом библейском предании отразилась реальная борьба против языческого культа быка, существовавшего у семитских народов, а сам золотой телец сделался со временем символом невежества и личности. Особое место в политеистической религии древних занимал обряд Тавроболии – жертвоприношение быков. В культе древнеиранского солнечного бога Митры жертвенный бык рассматривался как символ смерти и возрождения. На востоке, в Греции и Риме, участники Тавроболии становились в специально приготовленную яму, в то время как над их головой жрецы закалывали быка. Жертвенная кровь быка, пролившаяся на посвящаемых, символизировала их нравственное очищение. В Древней Греции в особо важных случаях богам посвящалась гекатомба – одновременное торжественное жертвоприношение сотни быков. В Древнем Антике, особенно у этрусков и римлян, жертвоприношения быков совершались с целью гаруспиции – предсказания будущего по внутренностям, преимущественно по печени, жертвенного животного. Гаруспиции проводились перед каждым важным общественным делом, военным походом, заключением мира, постройкой храма и т.д. В Древнем Риме этрусские жрецы – гаруспики – пользовались самым высоким авторитетом, и их услуги были востребованы вплоть до начала императорской эпохи. В изобразительном искусстве образ быка был чрезвычайно популярен уже в самой седой древности. Как символ жизненной энергии, бык наряду с лошадью изображался доисторическими художниками на стенах первобытных пещер. Сцены Тавромахии были отражены в наскальных живописях многих народов мира. На полотнах мастеров эпохи Возрождения ожили сцены из античных мифов, представляющие борьбу, воплотившегося в быка речного бога Ахиллоя с Геркулесом и Тисея с Человека-быком Минотавром, поклонение Золотому Тельцу, похищение Европы и т.д. Из внушительной группы аллегорических персонажей особенно выделяется фигура смерти, чью колесницу везет пара черных быков. В древневосточной иконографии бык выражает божественность и святость. Как указывалось выше, многие восточные боги изображались в виде быков или с головой быка, и не только боги. Так и легендарный джинна, основатель индийской религии джайнистов, представлялся ими в образе золотого быка. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь данным роликом. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!